Всем привет! С вами Игорь. И как вы уже поняли с картинки видео, отопление у меня не работало уже три дня. Уже три дня у меня не работало основное отопление, тепловой насос. Это в середине февраля. А почему? Потому что солнце было, солнце было три дня подряд, абсолютно чистое небо, без облачка. И там солнечные панели, 8 киловатт. Кто первый раз зашел на мой канал, не знает, то повторюсь. 8 киловатт солнечных панелей, плюс коллектор солнечный, 6 метров квадратных. Абсолютно полностью справлялись с отоплением дома. Я сам в шоке. Кстати, для постоянных зрителей, про тепловой насос, делаю я сейчас эксперимент. Очень интереснейший эксперимент, очень интересные результаты, выводы будем делать. Но в воскресенье я уже его выложу. Сейчас я пока что там еще собираю данные, так сказать, чтобы все точно было. И уже в воскресенье выложу это видео. Так что дождитесь воскресенья. Там просто очень интересно все, как оно получилось у меня без рекуператора, как работает тепловой насос. Совсем по-другому. Ну, короче, дождитесь воскресенья. А сейчас именно про солнечное отопление хочу сказать. Топил я последний раз в субботу. В субботу я протопил дровишками. Ну и занимался тепловым насосом. Разматывал этот рекуператор, все такое, переделывал там его. Вот, и все. Это дровишками я протопил, да. Уже в воскресенье было солнце. В воскресенье было солнце. Ну, это я в субботу так, чуть-чуть. В субботу еще дождь был такой, я помню, погода такая мерзопакостная. Влажность все такое, да. Чуть-чуть так. А в воскресенье уже с утра прямо солнце такое яркое светило. Стал работать коллектор. Я, кстати, показывал это видео. Все. Потом в понедельник, А, я еще думал, говорил, что может я включу тепловой насос ночью аж перед утром. Но это даже не нужно было делать, потому что я натопил днем 26-27 градусов. Ночью под утро, несмотря на улицы, что мороз был, ну, там у меня нет уличного градустика, но там на работе говорили, Талясик тоже звонил, говорил, что где-то 5-6 градусов было, а в некоторые, ну, мороза. Ночью. Но мне не пришлось даже включать тепловой насос, потому что у меня в доме ниже 19 не упало. Ну, если, конечно, смотреть днем, что было 26-27, то перепад большой, но 19 это нормально, я считаю, спать под утро. И я поэтому не включил тепловой насос. А утром опять начало жарить солнце, товарищи. Прямо с утра у меня, там, смотрю, киловатик, потом 2-3-4 до 5 киловатт доходила мощность. Здесь только с панелей солнечных. Плюс еще потом коллектор подключается, где-то так с часов 10 утра. Вот. И, короче, тепла, ну, море, море. То же самое было в понедельник и во вторник. Вот сейчас вот среда, я снимаю видео, ну, в среду уже все закончилось. Все затянуло тучами. Какая-то там мощность выделяется на солнечных полялях, где-то там, я не помню уже, вот 500-600, ну, как раз на бойлер хватает. Вот. Коллектор молчит, и, судя по всему, и не заговорит он сегодня, такая погода. Прогноз тоже там такой неутешительный для альтернативщика. Показывает дожди, что-то снег мокрый, ну, короче, пасмурность, наверное, полная будет. Но, вот этот вот, три вот этих дня показали, что даже зимой можно вполне отапливаться самим солнечным отоплением. Вот это интересные выводы, можно с этого сделать, этого эксперимента. Что вполне возможно, да, я считаю, что даже не зависит это от того, где именно вы живете, там, Сибирь, Тундра, Камчатка, Казахстан, то это просто зависит, я считаю, от объема вашей солнечной энергетики. Если вы даже живете там, где очень холодно, поставьте не 6 метров квадратных коллектор солнечный, 10 поставьте метров квадратных солнечный коллектор, и вам ее хватит. Главное, чтобы было солнце. Ну, я так думаю, вообще-то. Вот у меня даже был зритель, я думаю, он и сейчас есть, мы с ним осенью где-то так переписывались насчет солнечного коллектора, вот забыл откуда, он или из Киргизии, или из Казахстана, ну, короче, он делал, может, он еще напишет под этим видео, увидит. Начал он тоже, посмотрел мое видео, начал делать солнечный коллектор, короче, пишет он, что у нас солнце почти 360 дней в году. Вот, то есть практически круглый год у них солнце. Но это вообще, это там уже не надо, я считаю, никаких тепловых насосов, еще какой-то энергетики, просто ставь панельки, ставь солнечный коллектор, у тебя будет вечная электроэнергия, там, для приготовления пищи, там, варить что-то, жарить, кипятить, греть бойлер, и для отопления, то есть солнце, ну, вот я раньше, как бы, сомневался, может ли солнце справиться полностью с отоплением, даже если оно есть каждый день, отоплением, ГВС и всем остальным дома. Но теперь я в этом не сомневаюсь, товарищи, я не сомневаюсь, что даже вот в середине февраля, при наличии солнца каждый день, больше ничего не надо, ничего, никаких тепловых насосов, ну, конечно, это не у нас, не про Украину, вот, у нас такое редко, когда бывает, а еще более редко, когда три дня вот так вот подряд солнце шпарило, это вообще, это я же говорю, это, я такого не помню, я вот сколько занимаюсь вот солнечной, раньше, может, было такое, я не замечал просто, потому что мне это было неинтересно, какие-то года назад, многие, но вот пока я занимаюсь вот солнечной энергетикой, альтернативой, я такого не помню, чтобы было три дня, вот такое вот безоблачное небо, ну, это вообще супер, вот, вот такие у меня впечатления, да, так что вывод, тут такой вот еще раз можно сделать, солнечное отопление, это вполне возможно, вполне вероятно, даже у нас в Украине, это реально, чтобы даже не включать основное отопление, там, тепловой насос, ну, кто-то скажет, да, ну, сколько ты там сэкономил, подумаешь, там, за три дня мой тепловой насос не включался, это там получается, если я 300 гривен примерно плачу за отопление, ну, кто не с Украины, то это 10 долларов примерно у меня выходит отопление в месяц тепловым насосом, вот, примерно так я плачу, то это получается в день, десятка, 10 гривен у меня стоит суточное отопление, правильно? Ну да, 300 поделить на 30, 10 гривен, это получается, пускай я трое суток не топил тепловым насосом, я сэкономил 30 гривен, но, я же еще сэкономил на электроплитке, если я пасмурную погоду не было, солнце, вот, например, декабрь, январь, то мы варили на электричестве, у меня газа вообще нет, электричестве сетевом, то это еще и хватало на электроплитку у меня, то есть это еще можно какую-то десятку или двадцатку накинуть, ну там полтинник сэкономил, да, ну, такая экономия, ну это сейчас, при теперешних тарифах, да, надо понимать, а если тарифы вырастут, то это еще будет, короче, экономия есть, экономия супер, а если кто газом топит, и нам нет, например, возможности тепловой насос поставить, то солнечная энергетика, коллектор, панели, это вообще классный вариант, вот, там газовое отопление, это даже каждый день, там нормально выходит по деньгах, я так думаю, или электроотопление тоже, если еще и тарифного, двухтарифного счетчика нет, то тоже это значительно было бы, была бы экономия, да, короче, вот такой вот вывод я сделал, такое коротенькое видео, не буду затягивать, солнечное отопление, когда есть солнце, рулит, и вполне способно обеспечить наши дома полностью все энергии для приготовления пищи, отопления ГВС, когда оно есть, и просто грех было бы не использовать эту солнечную, дармовую энергию, которая просто тупо светит, и никто ее почему-то не потребляет, не берет, топят газом, вот у меня соседи сидят в холодных домах, вот, ну, ну, что экономят, понятное дело, экономят, темно, а солнце вот это вот шпарит, вот я же говорю, три дня, но это просто отпад был, ну, супер, я просто не мог нарадоваться, вот такие вот я выводы сделал, что да, можно действительно солнцем отапливаться, и греться, и варить еду каждый день, без ничего всего остального, все зависит только от объема вашей солнечной энергетики, от квадратуры вашего коллектора, и от площади ваших солнечных панелей, все, вот и все, кто первый раз, кстати, зашел на мой канал, то я оставлю ссылочки, и сейчас они возникнут, вот здесь вот на экране, на мою всю альтернативу, солнечная электростанция у меня, без инвертора ЭКБ, греюсь так напрямую, все очень просто, дешево, примитивно, но тем не менее работает, ну, вот и все, что я хотел сказать, ждите воскресного ролика, про тепловой насос, кстати, сейчас вот я уже сегодня его включил, сегодня я его включил, вот первый раз после этих вот трех дней, ну, и сейчас пойду делать там еще замеры, наблюдения, все такое, ждите воскресенье, выложу, все там разберем по полочках, все, всем пока, до следующих видео, до следующих видео, Продолжение следует...